Эпизод 2. Внедрение ингибиторов. Добро пожаловать обратно. В первом эпизоде мы встретились с командой свертывания и узнали, что происходит, когда команда не работает как надо. Люди с гемофилией А либо не имеют фактора 8, либо имеют восьмой фактор, который не работает должным образом. Без фактора 8 сгусток не может правильно сформироваться, и поэтому кровотечение продолжается. Для того, чтобы преодолеть это, применяется заместительная терапия фактора 8. Для команды свертывания это как попросить прыгуна в высоту занять место нашего бегуна, что соревнование продолжилось и сгусток сформировался. Однако антитела, известные как ингибиторы, могут объединиться против заместительной терапии фактора 8. Эти ингибиторы распознают заместителя 8 фактора как чужака и не дают ему работать. Ингибиторы ведут себя как должностные лица соревнования, которые объявляют вмешательство прыгунов в высоту недействительному, прерывая действия команды. С прерыванием прыжка заместителя фактора 8 соревнование команды прекращается. Это означает, что фактор 10 не получает джезл, фибрин не может соревноваться, а толпа не собирается вместе. Без способности белка фибрина собрать тромбоциты вместе сгусток не может сформироваться правильно и кровотечение продолжается. В случае образования ингибиторов против заместительной терапии фактора 8 можно применять другие лечения для восстановления свертываемости крови. Однако они различаются по реакции и связаны с высокой лечебной нагрузкой. Вот почему образование ингибиторов против лечения заместителем фактора 8 является одной из наибольших проблем в лечении гемофилии А сегодня, подвергая пациентов высокому риску угрожающих жизни кровотечений и повторных кровотечений, которые могут вызывать долговременное повреждение суставов. Новые подходы к лечению находятся в разработке для того, чтобы преодолеть проблему ингибиторов. Мы расскажем вам больше об этом и что это может значить для команды свертывания в следующем эпизоде. Так что следите за эпизодом 3.